Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня 10 сентября, пятница. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании InstaForex, логотип которого с большим любопытством вы рассматриваете у меня за спиной на ежедневной основе. Итак, как обычно, несколько статей у меня. Что интересно, Bezos и Musk бьются за космос, но при этом летят в космос совсем не их акции компании. Интересная статья. Центральный банкир Швейцарии против биткоина. Нашел я Стефана Ингвеса, вот в таком вот виде. Очень похож на моего соседа по гаражу, но это управляющий Риксбанк Стефан Ингвес. Вот он не хочет, чтобы люди торговали биткоинами, а хочет, наверное, чтобы все торговали марками, как он говорит. Наверное, он их коллекционирует, а может быть, у него есть несколько даже швейцарских марк. Золото готовится к обвалу. Всех предупреждаю уже несколько дней. И интересная идея по евро-доллару. Я, в принципе, озвучивал вчера, давал рекомендации вчера на покупку на форуме Forex деньги в своей ветке. Ну и, собственно, сегодня решил эту идею показать. Давайте посмотрим на графики. Начнем мы с золота. Что происходит по золоту интересного? Я говорил о том, что по золоту есть очень интересные цели нападения, как ближайшие, так и далекие. Но все они очень близки к котировочке 17.80. Это такая ближайшая котировка нападения. У нас есть такая трендовая, сломленная трендовая линия. Ну вот, золотишко упало. И сегодня произошло интересное событие. Такая расторговка интересного двухдневного аукциона через Перехай. То есть это была вершина 8 сентября, вершина 9 сентября. Американская откупка. От нее третья волна влетела как раз по стопам продавцов, которые здесь на лоях нашортили. Поставили стопы за два дня. Их сегодня с удовольствием вынесли. И золото потихонечку снижается. Что примечательно. Произошло это на откатной 161-й Фиби. Я ее так черчу здесь. Я имею в виду на понижение. До полтинничка немножко не дошли. Можем дойти. Но я рекомендую попробовать продавать от 61-й при стопе за 23-ю. И от полтинника при стопе за 0. В любом случае все ваши шартовые потуги должны быть нацелены на пробой уровня 17-80. То есть это минимум 26 августа и собственно минимум 8-го и 9-го сентября. Вот эти вот экстремы очень близко друг к другу находятся. Ну а если вы прям серьезный покупатель, то скорее всего будете стопиться за 17-73. Вот это минимум середины августа месяца. И я думаю, что золотые маркетмейкеры все это дело соберут рано или поздно. Вот такой вот планчик у меня на понижение на фоне обновления 18-33. Аккуратненького, аккуратненького. И вот этот проходик меня очень интересует. Если он состоится, и тогда можно подержать золото до больших целей. 1675, что я собственно и ожидаю по этому инструменту. И это будет, если это будет, то это будет прям тренд осени. И мы на этом заработаем много денег. Серебро. Серебро тоже подваливает потихонечку. Вот. Но пока будет падать золото. Серебро, я думаю, тоже просядет. И мы его купим по 20 долларов в рамках большой трехволновой недельной торговой идеи. Что по евро-доллару? Вчерашняя пресс-конференция ЕЦБ расторговалась положительно. Вот. Сегодня имеем бычий тренд. Сколько там у нас времени? С минуты на минуту должна выступить Кристин Лагард. Вот. Еще раз. Соответственно, что интересно. Закрылся пин-барчик такой по вчерашнему дню. Я говорил о том, что ребята присмотритесь к уровню 1.19. Вот. И на сломленное. Сломленное. Вот такой вот. Ну, плюс-минус. Ну, как минимум по ускорению. По ускорению падения уровня поддержки сопротивления у нас вчера отстрелялась пресс-конференция. И, в принципе, логично, чтобы Еврик долетел до своих 1.19 и отступил продавцов по этой зоне. Поэтому рекомендации такие. Если вы покупатель, работайте на повышение. Если вы продавец, не продавайте до 1.19. До как минимум ложного пробоя. Потому что это месячная площадка. Это вершина текущего месяца. Это вершина, ну, слегка пробитая прошлого месяца. Это вершина июля месяца. Ну, вот. Такие истории. Поэтому будьте внимательны. Фунтик. Фунтик. Отрос в рамках своей АБЦшки. Очень интересный пин был на Аш-4. На дневках. На дневках. Все это пошло от пин-бара, который захватывал здесь вот стопики. Я об этом говорил, что это как бы не в кассу медведям. Поэтому, если вы разбираетесь в прайс-экшен, то это вам помогает не только, например, открывать там новые позиции, но и управлять предыдущими. Например, тот пин-бар внизу, он говорит о том, что движение вниз как бы слегка заметилось. А вчера у нас было бычье поглощение. То есть вчерашний день поглотил два предыдущих дня. Покушался даже на третий. И сегодня мы видим, что результат этого поглощения это вот такая мощная бычья свеча. Модели поглощения на самом деле очень сильные. Но надо понимать, где их смотреть. По форме, по месту. Надеюсь, что скоро запустятся осенние мастер-классы по трейдингу, где я это все вам поясню. Что касается иены. Иена вчера тоже дала поглощение. Я думаю, что вот эта площадочка по иене скоро вылетит. Но это все, естественно, находится в рамках гигантского такого флета. То есть иена продолжает находиться в треугольнике. Не знает, куда ей выйти. Поэтому этот инструмент пока для меня непонятен. Серия пин-баров наверх, на недельном таймфрейме. Поэтому оставим пока этот инструмент. Перейдем к доллар-канадцу. Что интересно. В своей статье про управляющий банк Канады Тиф Маклим заявил, что планирует поднять процентные ставки. Это очень нехорошо для покупателей доллар-канадца. Почему? Если поднимутся процентные ставки, не сразу, но все равно, инвесторы на это могут заложиться. По канадскому доллару, то он окрепнет на фоне еще укрепляющейся нефти. Понимаете? Получается, что частное отделение американских котировок на канадские будет иметь понижательную динамику. То есть, для покупателей доллар-канадца сильный канадский доллар не нужен. И как следствие мы видим на вчерашнюю падающую свечу. И сегодня у нас все это продолжается. И на самом деле канадский доллар-канадец сейчас мне напоминает классическую фигуру голова-плечи. Вот это одно плечо, это вот голова. И вчерашнее выступление, заявление Банка Канады, это второе плечо, которое может привести к 24 примерно. И это может произойти не только на слабом долларе, это может произойти на общий, даже нейтральном долларе американском, но на сильном канадском долларе, который с одной стороны может быть сильной при росте цен на нефть, что происходит на сегодняшний момент. С другой стороны, он крепляется и на заявлениях Банка Канады. Поэтому, если вы прям сильно хотите купить доллар-канадец, сделать это нужно где-то только вот в этой зоне, я считаю. Вот так. Переходим к нашим кроссовым инструментам. Канадец везде растет. Канадец-иена также показывает бычью динамику, но для кроссовых историй нам нужны более основательные причины для захода, а именно серьезные проходы, пробои месячных, годовых экстремумов, для того, чтобы мы могли раскинуть наши профитные сети. Канадец-иена-франк-иена не находится в зонах, где нам нужно с ними поработать. Канадец-франк. Канадец-франк также, как и все канадские инструменты сейчас укрепляются, но не настолько, насколько нам было интересно бы его собрать сетками. Зоны для сеточной торговли показаны у меня на графике. Доллар-франк не исключение. Он продолжает находиться в треугольнике, не вылазит из него, но я считаю, что должен расторговаться через верх. Новозеландец-канадец и австралиец-канадец. Очень интересный новозеландец-канадец. Далеко ушел. Я думаю, он будет первым для набора шартов. Инструменты пока не в зонах, но мы их имеем в виду. Самый, самый, самый. Вот-вот уже пробивший свои августовские лоя инструменты, австралиец-канадец-канадец готов к тому, чтобы мы его начали набирать уже в лонге. Осталось буквально несколько пунктов. При пробое минимума текущего месяца, прошлого месяца, включайте сетку лонгов с шагом 50 пунктов. 50, 50. Ну, я думаю, да. Можно 30, но с самым минимальным лотом. 50 будет самое то. Этот инструмент кормит нас уже какой месяц подряд. И я думаю, вам это нравится. Доллар-рубль. Доллар-рубль показывает у нас негативную динамику. Вчера было падение. Нефтяночка подрастает. Собственно, рост нефти. Падение. Доллар-рубль. Не генерирую пока никаких торговых идей. По этому инструменту жду чего-нибудь интересного. Потому что, в принципе, торговать его с такими спредами не очень комфортно. Поэтому идеи по нему должны быть самые лучшие, для того, чтобы мы в них могли залезть. Биткоин и эфириум. Собственно, импульсы, которые породило появление биткоина в деревнях Сальвадора, продолжают эти импульсы оставаться, скажем так, непоглощенными. Это говорит о том, что удар по криптовалюте был фундаментальный. Мощные движения были. Я думаю, что много криптотрейдеров попрыгало с мостов в этот день. Но для нас эти движения на самом деле не являются какими-то принципиальными, разворотными или судьбоносными. Я говорил о том, что, ребята, те, кто покупал эфир по моим рекомендациям в полцены, закройте по 4 тысячи. Кто последовал моим рекомендациям, те уходят на выходные с деньгами. Кто не последовал, надеются на чудо. Я надеюсь на то, что если мне дадут хорошие цены по этим инструментам, я их куплю в полцены, как обычно. Что еще, что еще? Газ. Да, остался газ после вчерашних комментариев. Кто-то хотел его набирать в шарты. Но я настоятельно бы не рекомендовал это делать. Обязательно посмотрите обзор по вчерашнему видео по газу. Я говорил о нем в конце. Аэрофлот пока далековато, конечно. Еще 17 рублей нам падать. Подождем. Так, давайте переключимся к вопросам на YouTube-канале по вчерашнему видео. Два комментария. Поехали. Роман Николаевич, отложка на продажу сработала из-за спреда, цена ушла, значит будем ждать. Понимаете, Роман Николаевич, когда под вами лежит 10 тысяч пунктов, то спред по золоту не имеет значения. Кросс Австралийственного Зеландия с приоритетом. Да, да, то есть золото и Австралийственного Зеландия. Все верно. Ромикс, привет. Доллар и иена, что думаю, какую неделю первую цель забираю, а вторую без убыток. Доллар и иена опасный инструмент. По нему нужно забирать самые лучшие сетапы. Вот просто идеальнейшие сетапы такого среднего плана даже не рассматривайте. Вот таким вот образом. Так, в принципе, на сегодня все. У нас пятница. Сегодня вот сейчас выступит Лагард. Вечером небольшая статистика по доллару американскому. Надеюсь, наши все идейки расторгуются. Мне очень интересует золото. Хочу на нем поднять много денег. На этом у меня все. Понравилось видео ставьте лайк, пишите комментарии. И до встречи в понедельник утром на очередном обзоре для ИнстаФорекс. Хороших выходных и пока.